Работа, которая велась, когда на двух этажах Белого дома сидели американские консультанты. Поэтому это так и сделать, но вектор меняется. Тех, кто готов поддержать российскую демократию, прийти ей на помощь. И надо сегодня штурмом взять мэрию Янсанкина. И когда принимается закон о том, что ЛГБТ-сообщество становится, так сказать, вне закона, это страшная пощечина цивилизованному, так сказать, миру. Так сказать, это важно. Да, это страшная пощечина. Не запрещаем и не можем запретить сами явления как-то ЛГБТ, но пропаганду подобных явлений в молодежной среде, в первую очередь, на которых такая пропаганда нацелена, это необходимо остановить. Потому что уже только это разрешенное открывает ящик Пандоры для очень многого другого, чудовищного, сатанинского, бесчеловечного, циничного, включая педофилию, которую можно узаконить, включая торговлю органами детей и так далее, и так далее. Я получаю от государства порядка 20 миллионов рублей в год, у меня план заказ. Страшно, наверное, звучит, да, у меня план заказ. 20 миллионов рублей в год на то, что я сделал аборты. Нам выгодно, чтобы люди делали аборты. Здравоохранение выгодно. Вот пока эта система не поменяется, наверное, ждать что-то не стоит. То есть вы понимаете, что регулирование демографии в нашей стране – это одна из важнейших задач тех, кто хочет сокращения славянского населения. Ну, это же так. Теперь сопоставьте. 50 миллионов абортов с 91-го года на количество мигрантов, приехавших к нам из других стран, со своими детьми, родственниками и так далее. Что это будет за страна через какое-то время? Чья это будет страна? Улучшится как-то ситуация в России, если, например, запретят женщинам делать аборты. Нет, это сильно не повлияет, тем более, что искусственных абортов, которые делают не по каким-то медицинским показаниям, а именно по желанию женщины, сейчас в год в России уже всего-навсего 250 тысяч. И это число в 15 раз меньше, чем было в конце Советского Союза. Когда много народу вокруг, по-другому стало разговаривать? Эй, ты, мужчина, ты камни кидал, женщина в окнах. Сступайте за пацана, который... И более того, я вам скажу, что для России страны Центральной Азии, а именно всего три страны, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, это единственная страна, из которых у нас может быть до сих пор массовая иммиграция. Такое абсолютно в чистом виде зло. То, что этому движению мешают, безусловно, то, что те, кто стояли вовремя у трубы или у каких-то предприятий, зарабатывали огромные деньги, отправляя их в офшоры, потом уехали, потом приехали, вот эта вся, так сказать, тусовка, которая живет в нескольких небольших странах, которая называется Рублевка, Жуковка, или... Но не в России. Да, они не живут в России, они живут вот в этих странах, и они могут замечательно, и вообще мечта их, чтобы все продолжалось так же, чтобы они продолжали жить в этих своих странах. Им этого совершенно достаточно. они все знакомы везде. У них есть все, и бары, и театры, все что угодно. Но они никакого отношения к стране не имеют. И сегодня страна это увидела и обиделась. А это важно. А обиделась? Я думаю, что... по крайней мере, те, кто сейчас там, у них будут вопросы. Именно поэтому очень хочется, чтобы оно как-то сейчас все так рассосалось, так сказать, тихо, мирно договорились, как бы так... Ну, это хочется тем, кто живет, как говорится, не в России. Вроде как, но не в России. Конечно, им это очень нужно. Но проблема в том, что при всех прочих равных, как было, уже не будет. Просто не будет. Потому что слишком много разрушено в менталитете человечества, в принципе. Слишком много разрушено в менталитете европейского человека. Он вдруг понял, что то, что на самом деле было трусостью и слабостью, как никогда прежде в Евросоюзе нам нужно уважать других и их интересы. Нам необходимо понимание того, что толерантность – это душа Европы. Именно толерантность делает нас европейцами. Только толерантность научит нас рассматривать интересы и потребности других, как свои собственные. Толерантность. Вы, наверняка, знаете, что даже есть дома толерантности. Как вы относитесь к толерантности? Толерантность – это вообще в социальном отношении, это безразличие. Мне просто безразлично, кто вы, как вы живете, что вы делаете. Мне как бы до лампочки вообще все, что касается вас. Лишь только вы меня не трогаете. Вот это и есть толерантность в социальном смысле. Как к этому относиться? Вот так и относиться. Если я кого-то люблю, то мне не безразлично то, что я люблю. То есть чем больше любви, тем больше не безразличия. Чем меньше любви, тем больше толерантности. Повторяю, что толерантность – в принципе мне до лампочки и кажется что в этом чувстве есть что-то очень нехорошее хотя тут хорошая есть тоже по крайней мере тоже не трогают вот но нехорошего здесь тоже хватает мы можем еще объяснить вот такую простую и на мой взгляд очень страшную вещь вот что пишет никто лео барка менее года тому назад 12-летняя лола давье была изнасилована убита и засунуто в чемодан иммигрантка изолжил но из-за этого во франции не было бунтов и массовых протестов в городах негодование не выразили политики никто ее не упомянул то есть убийство маленькой девочки француженки белокожий не вызвало никакой реакции и стоило только быть убитому 17-летнему североафриканцу который не подчинился полиции оказалось сопротивление что началось стране по всей стране ограбление магазинов разбитые витрины перевернутые сожженные машины раненые полицейские но это же вызывает вопрос почему жизнь маленькой француженки ничего не значит и не стоит по сравнению с жизнью оказавшего сопротивление молодого человека для того чтобы не париться назвал толерантностью и теперь женщины боятся выходить девять часов вечера на улицу стокгольме очень много было названо культурализмом на самом деле это было предательство собственной культуры потому что те кто приехали заниматься этой культурой не хотят язык и так далее много меняется с трибуны бундестага в прямую говорят что это над на эту войну начал поэтому уже так как об договорились и давать так не будет значит будет по-другому а будет по-другому и зависит будет все от того как будет по-другому кто первый так сказать поставить ногу на педаль перемен что это будет подымается глобальный юг гигантский подымается китай индия величайшая культура с огромным населением и со своими идеями и планами иран с великой культурой персидской из потрясающей философии и технологиями южная америка которая так сказать начинает просыпаться и понимать что в конце концов они могут жить по-другому а когда они видят римского папу за которым стоит чуть не три миллиарда верующих а римский папа ходит с крестом раскрашенным во флаг лгбт и разрешает официально венчать однополые браки там тоже начинается какой-то какие-то вопросы вы представьте себе вот это вот в этом масштабе это подогреваемые начинающие закипать этот бульон с вопросами которые возникают здесь очень важно кто первый будет давать ответы на эти вопросы и пока это сделали мы с вами а 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 Народ русский проспектила, землю русскую осветила, вера вечна, вера славна, наша вера прославна. Давайте помогать детям, помогать тем, кому, наверное, меньше всего помогают. Это детям, детям Донбасса, которые нуждаются в больницах, в лекарствах, в холодильниках, в генераторах и во многом другом. Вы можете это привести к нам на склад, нам в офис. Вы можете перечислить деньги. Сегодня важно не пройти мимо наших детей. Это наши дети. Достаточно того, что мы очень много их убиваем, не понимая, что это огромный грех. Давайте хотя бы помогать детям, которые нуждаются в помощи. Сегодня, не завтра, а сегодня. Спасибо.